2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Итак, друзья, моя проповедь называется «Песох. От проблем к победе». И сегодня мы с вами заканчиваем. У нас сегодня последний день празднования праздника. В Айрес-Израэле это было вчера, у нас это сегодня в диаспоре. И что это за праздник? Это праздник, в который весь еврейский народ вспоминает выход из египетского рабства. А весь христианский мир вспоминает выход из рабства греха, который был дарован нашим Господом и Спасителем Ешуаха Машех на кресте Голгофы. И если мы посмотрим, то как в еврейской традиции, так и в христианской, тут есть одна общая идея. Это идея – выход из рабства. И в первом случае был выход из физического рабства, во втором случае выход из духовного рабства. Но во всем этом была одна определенная цель. Цель Бога в этих двух выходах была свобода. Причем свобода действительная и истинная. Как тогда Бог хотел освободить свой народ и сделать его народом, своим народом, так и сейчас, уже через время, чуть более двух тысяч лет назад, Бог также хотел дать истинную свободу. Вы знаете, в этих двух действиях есть определенное различие. Но нонсенс этой свободы в глазах этого мира заключается в том, что есть определенные условия. Есть определенные условия выхода из рабства. И нонсенс в том, что выходя из рабства, нам надо стать под главу Бога. Да. И очень часто мы можем слышать от наших оппонентов, они говорят, ну какая это свобода. Вы не можете сделать то, вы не можете сделать это. Но я скажу вам, друзья, что это совершенно не так. Мы можем делать все, что мы хотим. И небольшая иллюстрация. Если кто-то наступит мне на ногу в троллейбусе или в трамвае, я могу ему нахамить. При всем при этом я знаю нужные слова. Я могу вложить в это нужную интонацию и всем своим лицом показать, что у меня находится в сердце. Я думаю, что каждый из нас способен к этому. Но мы выбираем этого не делать. По определенным причинам мы выбираем этого не делать. Почему? Да потому что мой выбор, он в сторону исполнения воли нашего царя, нашего Бога. И, друзья, этот выбор в той или иной мере, он связан с тем выбором, когда в определенный момент нашей жизни, когда Дух Святой коснулся наших сердец, мы осознали свою греховность и призвали Ишуа в свои сердца Господом и Спасителем. Именно этот шаг, он изменил нашего внутреннего человека и позволяет нам с вами жить в свободе. Но истинная свобода, она заключается как раз в том, что мы с вами можем выбирать, у нас есть эта свобода. Человек, который говорит, что вы не можете, он ошибается. Это он не может, потому что у него нет этой свободы. У нас же эта свобода есть, и мы можем выбирать. И вспоминая Песок времен Маше, можно видеть, что Бог привел еврейский народ к заветным отношениям, в рамках которых он четко показал заповеди, которые как раз помогали человеку определиться со своим выбором. Он показывал определенные стороны, чтобы человек мог выбирать. И второзаконие, 30 глава, говорит следующее. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал Его и прилиплялся к Нему». Избери жизнь. У человека был выбор, он мог выбирать. Поступить так, как говорит Бог, или поступить так, как он этого хочет. Но история израильского народа, она показывает, что после Песока, хоть и произошло это физическое освобождение из рабства, но все-таки рабство еще осталось в сознании народа. Именно это мешало ему сделать правильный выбор и перевело, как мы с вами знаем, к 40-летнему хождению по пустыне и еще ко многим и многим проблемам, которые просматриваются на протяжении истории еврейского народа. Когда мы вспоминаем с вами следующий Песок, связанный с Ешохом и Шехом, который стал пасхальным акцем, загланным за наши грехи, мы понимаем, что это был акт духовного освобождения от власти греха, это было вечное искупление и ключевое событие в истории развития Божьего плана. Но по-любому, мы смотря в истории христианства, мы видим множество ошибок. Церковь и верующие совершали множество ошибок. И эти ошибки приводили к проблемам, опять-таки, из-за неправильного выбора. И если посмотреть Берид Хадаша, то мы увидим, что уже очень скоро, после Голгофы, после воскресения Ишуа, уже очень скоро проблемы, связанные с неправильным выбором, они начали проявляться в Божьей общине. И только Ишуа воскрес. Буквально в первые 50 лет это происходило, уже начали проявляться проблемы. Уже не говоря о том, что было после, во время раскола церкви и средние века, там эти проблемы, они как снежный ком накатывались все более и более. И, друзья, когда мы с вами читаем Откровение, книгу Откровений, которая датируется как раз концом где-то первого века, где-то 90-95 год, мы видим, как Дух Святой устами Иоанна, он обращается к семи асийским церквям. Мы, я думаю, в первых двух лавах, мы помним эти семь посланий к семи церквям. Это церкви Асии, и, друзья, это Божье Слово, оно не ограничено временем. Это послание, можно сказать, оно относится к тем церквям, но это Божье Слово. И оно не ограничено временем, через века говорит и нам с вами, говорит современным церквам. И я надеюсь, что когда-то у меня, может быть, появится возможность пройти все эти семь посланий, но на сегодняшний день я хочу, чтобы мы с вами, люди, пережившие личный Песок в нашей жизни, принявшие Ишуа Мессия Господом и Спасителем, чтобы мы с вами, люди, которые в этом году пережили воспоминания, опять мы прошли этот праздничный седр, мы увидели этот порядок того, как все происходило во время исхода из Египта и вспоминали о том, что Ишуа совершил в нашей жизни. Хочу, чтобы мы обратили наше внимание на одно из посланий, обращений, это обращение к Сардийской церкви. Церкви, которая, возможно, я думаю, что еще видела, имела живыми людей, которые были свидетелями земного служения Ишуа Мессии. Это мое предположение, но я думаю, что, возможно, сам Иоанн, он был у них в гостях, и они видели непосредственного человека, который был свидетелем жизни, смерти и воскресения Ишуа Хамашеха. Но церкви, которая после вот этого личного Песоха, пережив вот духовное освобождение из рабства, она возвращалась в проблемы. Можно сказать, что она возвратилась даже в проблемы. Давайте мы с вами прочитаем это Откровение 2 глава 1-6 стих. Я прочитаю вам этот текст. «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом моим и пред ангелами Его, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Это же самый Дух, Он говорит сегодня нам с вами, друзья. Я не хочу сказать, что вариант этой церкви – это наш вариант. Ни в коем случае, что мы находимся в подобного рода проблемах, но я хочу показать определенные вечные истины, которые помогут нам лично каждому и всем вместе, как общине Бога Живого. И, друзья, каждому из нас, пережившим личный персох, надо научиться жить и двигаться от проблем к победе, потому что Божья воля – она воля нашего Господа, чтобы и я, и вы, которые стали под знамя Божьей Церкви, утверждали Его, Божью победу над грехом, как в своей жизни и для этого погибающего мира. Бог ожидает этого от нас с вами. Итак, друзья, хочу обратить вначале внимание то, что говорит нам этот текст, на две определенные проблемы, которые присутствовали в этой церкви. И первая церковь – это фарисейство. Первая проблема – это фарисейство. Стих первый. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И говоря о фарисействе, я не имею в виду принадлежность к какой-то определенной группе людей, потому что, если мы с вами вспомним, то фарисеи времени Ишоа – это были представители определенного религиозного общества, которые, в принципе, имели правильную мотивацию. Цель фарисеев изначально была то, чтобы сохранить еврейский народ от эллинизации, которая была на тот период очень сильно, имела очень сильное развитие на территории Израиля, связанное с победами Александра Македонского и так далее, историческими какими-то определенными событиями. Говоря о фарисействе, я имею в виду явление, проявляющееся, которое проявляет человеческое лицемерие и которое проявляет несоответствие слов или знаний с образом жизни. И во время своего земного служения Ишоа, он своим ученикам о таковых говорил. Я вам прочитаю Евангелие от Матвея, 23 глава, 1-3 стих. «Тогда Ишоа начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, соблюдайте и делайте, под делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И мы видим, что люди говорили правильные вещи, они говорили то, что нужно, но было некое несоответствие того, что они говорят и ихнего образа жизни. Давайте разберемся с вами, что является толчком к такому поведению. Иоанн говорит, «Знаю твои дела, ты носишь имя». Интересное такое выражение. И когда человек хочет сделать себе имя, показать, что он из себя что-то представляет, когда не его добрые дела делают ему имя, а он сам начинает делать себе имя, то это приводит к рождению фарисейства. Потому что это выражение человеческого эго. Когда я готовился, я вспомнил место еще, вы помните, наверное, тоже, место из старые, когда люди начали строить Вавилонскую башню. Что они хотели сделать себе? Они хотели сделать себе имя. Когда мы делаем себе имя, мы можем стать очень быстро фарисеями. Наши добрые дела должны делать наше имя. Я скажу вам, друзья, что это опасное явление не только лично для каждого из нас. Это опасное явление в церкви. Оно разрушает ее дело в этом мире. И я думаю, что многие из вас сталкивались, были свидетелями того, когда человек, какой-то человек приходит в какое-то неверующее общество и начинает делать такие громкие заявления о том, что он христианин, начинается где-то пытаться учить истине, но потом его поступки, его неправильные действия, они показывают вот это вот колоссальное несоответствие его слов с его образом жизни. И это ложит тень. Это ложит тень не только на человека, но это ложит еще тень на церковь, потому что мы с вами являемся представителями. Когда мы говорим, что я верующий в Ишуа Мессию, я представляю не только себя, но я представляю церковь Божию, потому что когда мы заявляем о нашей вере, у людей ассоциация всегда вера и церковь. Это сложено мнение годами. Я думаю, что мы были свидетелями подобных ситуаций. Фарисейство, оно опасно также внутри самой общины. Почему? Да потому что неутвержденные люди, они могут притыкаться, во-первых, на этом действии, когда они видят это несоответствие. И вторая проблема это то, что они могут принимать такое поведение как задолженное. потому что смотря, что если люди, которые много ли в вере поступают подобным образом, значит, это норма, значит, можно так поступать. И это есть определенная проблема. В Евангелии от Матвея целая глава, друзья, 23 глава посвящена этому. Я скажу, что Ишуа говорит в этой главе «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» и восемь раз он говорит, начинает свою речь подобным образом. И тут же в 27 стихе говорится о мертвости, о которой говорит Иоанн. «Знаю твои дела, что ты якобы жив, но ты мертв». Ишуа говорит примерно то же самое. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвой и всякой нечистоты». Друзья, антиподом фарисейства является искренность и правдивость. Когда мы не пытаемся надеть на себя вид какого-то особенного благочестия, когда мы не пытаемся надеть на себя вид какой-то особенной святости, но когда мы готовы открыть друг перед другом свои проблемы, когда мы готовы молиться друг за друга, не стесняясь, потому что я замечаю такую тенденцию, что нам просто покаяться перед Богом почему-то, но открыться перед человеком нам сложно. Почему? Должно быть наоборот. И Писание говорит, признавайтесь друг другу в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Именно это, друзья, цена в глазах Бога и цена в глазах людей, наша открытость. Люди очень хорошо чувствуют маски, поверьте мне, особенно в церкви мы как бы не так, но люди в миру, они вот это сразу почему-то вычисляют. У них какой-то есть особый подход к этому вопросу. Поэтому очень важно быть искренним и открытым человеком. Проблема вторая, которая показана в этом тексте, это незаконченность дел. Иоанн говорит во втором стихе, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. И в синодальном переводе кажется, что говорится о несовершенстве дел, что якобы есть дела, но они несовершенны, но здесь говорится не о качестве дел. Значение слова совершенны наполнять, исполнять, совершать, что дает нам возможность сделать вывод, что Дух Святой указывает на неисполнение дел до конца, потому что у церкви есть определенное повеление, общее повеление, и у каждой церкви есть своя определенная какая-то миссия, но Дух Святой говорит о том, что дела церкви не закончены. Что же это значит для нас, друзья? Как часто мы можем с вами браться за какое-то служение и не доводить его до конца? Порой нам кажется, что у нас даже есть определенные причины, чтобы это сделать, и мы в принципе поступаем, но потому что так слагаются обстоятельства в нашей жизни, но удивительно то, что даже в такой ситуации мы порой даже не пытаемся довести это дело и передать ему кому-то, и по этому поводу Ишуа говорил в Евангелии от Луки, 9 глава, 62 стих, никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад не благонадежен для Царства Божия. И я скажу вам, друзья, что эта проблема она не является только лишь личной проблемой каждого человека. Когда люди в церкви не понимают своей ответственности перед Богом в устроении церкви как столпа и утверждение истины, когда они понимают, что основная роль общины это и есть распространение Божьего Царства через проповедь Евангелия, то приходит состояние незавершенности дела, о которых говорит Иоанн. Это состояние может выражаться вот подобным образом, такой наглядный пример, ну, есть множество вариантов, но я такой самый яркий приведу, пример, когда церковь может замкнуться на самой себе, вот, мы приходим в состояние, когда нам так хорошо и приятно вместе, что нам не нужен никто, мы не хотим никого видеть, мы привыкли, мы друг друга знаем, всех наших тараканчиков и мушечек, мы знаем, как с ними работать, с этими мушечками, а если придут новые люди, это ж новые тараканчики и мушки, это новые проблемы, это, ну, зачем, нам лучше прийти пару раз в неделю в общину, увидеть своих роднюлечек, пообниматься, поприветствоваться, пообщаться, понимаете, о чем я говорю, и, друзья, но это, это не формат живой общины, это не формат живой общины, живая община состоит из живых, понимающих ответственность, свою ответственность людей, которые не озираются назад, а взявшись за плух, не отпускают его до конца, живая община исполняет великое поручение Господа Ишуа Хамашиэха с пониманием того, что, может быть, она и не увидит множество плода, очень часто есть, мы, у нас опускаются руки, потому что мы не видим множество плода, но, если мы понимаем, что мы делаем то, что должны делать, может быть, кто-то другой, он пожнет наш труд, но мы не останемся без награды, потому что мы делаем то, к чему определил нас Господь, и мы стараемся закончить то, что было начато на день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на Божью общину, дал ей силу для проповеди Евангелия. Друзья, это живая община, которая понимает, что мы участвуем в действии Божьем, что мы хотим закончить то, к чему мы призваны, делать это с усердием, делать это не ослабевая и не оставляя. Друзья, на мой взгляд, вот эти вот две проблемы, которые показаны Иоанном на примере вот этой сардийской церкви являются одними из ключевых проблем на протяжении всей истории церкви, на протяжении всей истории христианства и не только всей истории, но и нашего с вами времени. Но Ишуа хочет, чтобы его невеста, которую он искупил Своею Святую Кровью, став пасхальным акцем, закланным за грех, могла жить в победе. Бог хочет, чтобы мы жили в победе, исполняя его волю. И он в Священном Писании показывает, как для каждого из нас, так и для всей церкви путь от проблем к победе. Итак, что же необходимо сделать, чтобы перейти от проблем к победе? Необходимо сделать три шага, которые я увидел в этом тексте. На первый взгляд, они кажутся нам хорошо известными, но это очень важные три шага, которые могут изменить твою жизнь лично и жизнь всей нашей общины и церкви Бога живого. Шаг первый – это бодрствование. Во втором стихе мы считаем «бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». И мы видим связь между бодрствованием и делами. Друзья, бодрствование дает возможность завершить начатое. И Писание показывает слова Мессии, который говорит, что бодрствование дает нам с вами жить в ожидании его возвращения. Когда мы ожидаем его возвращения, мы не только будем смотреть за собой, но мы будем стараться, если мы имеем правильное понимание того, что будет происходить в перспективе, то мы будем иметь стремление сделать то, к чему он нас определил. Мы будем иметь стремление, чтобы к его приходу мы не что-то делали, но мы были в состоянии того, что мы дела совершаем. Это очень важный момент, и я думаю, что всем бы нам хотелось с вами услышать слова «добрый и верный раз, войди в радость Господина своего». И я скажу вам, что бодрствование помимо того, что оно дает нам жить в этом ожидании и трудиться в этом ожидании, оно дает нам состояние сохранения себя и хранит нас бодрствование от всевозможных искушений. В Евангелиях мы с вами об этом читаем. Когда человек занят каким-то важным делом, у него не остается времени на какие-то глупости, когда я понимаю, что то, что я делаю в теле Мессии это важно, это Божий призыв для меня, я буду делать это с огромным усердием, я буду стараться, у меня не будет времени на дурные мысли. Например, когда мы праздно проводим время, вот сейчас, особенно в наше время молодежь компьютер поиграть, можно не успеть оглянуться, как ты уже на каком-то сайте непонятно. Почему? Потому что есть праздное время, но когда ты трудишься, у тебя не будет возможности на это. Конечно, человек такое существо, что он может и во время труда, если захочешь что-то сделать, но когда ты в труде, когда ты бодрствуешь, как внутри своего духа, так как и бодрствуешь в действии, понимая, что ты делаешь дело Божье, это хранит тебя от определенных проблем. Этот принцип, скажу, друзья, хорошо знают служители реабилитационных центров. Именно поэтому на реабилитационных центрах люди много работают, а во время, когда они работают, они занимаются духовным назиданием, все, служителя стараются заполнить день по минутам, чтобы все было занято. Почему? Чтобы не было вот этого состояния сонливости, когда уже начинают лезть дурные мысли в голову. Но, я думаю, что возникает вопрос, что же значит бодрство все-таки? И так как мы говорим с вами о бодрствовании в контексте общины, то бодрствовать значит пребывать в своем призвании. Что мы делаем в нашей повседневной жизни? Мы работаем, да? Мы работаем, мы делаем то, что мы должны с вами делать. Так и в общине мы бодрствуем, пребывая в своем признании. Но кто-то скажет, может быть, я не знаю своего призвания. Ну, бывает, человек еще в поисках, еще не знает. Я скажу опять же пример из повседневной жизни. Что мы делаем, когда у нас нет работы, к примеру? Ну, ищем работу, да, но в процессе поиска мы смотрим еще дома, что-то увидели дома, а, надо сделать, надо картину прибыть, а, надо что-то починить, а, надо убрать. Мы делаем то, что нужно сделать. Друзья, так и в общине. Если ты не знаешь своего призвания, делай то, что ты можешь делать, и это будет твое бодрствование в общине. Да? Еще один вариант. Стать рядом, кто знает, что делать. Хорошо, друзья. Также, если мы посмотрим в подстрочник, то мы можем увидеть интересный момент. Одну секундочку. В оригинале текст «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти» будет звучать немножко по-другому. Делайся бодрствующим и утверждай остальных, которые готовятся умирать. Интересно, еще раз, делайся бодрствующим и утверждай остальных, которые готовятся умирать. А это говорит, что когда мы бодрствуем, мы становимся способными своим примером, своей жизнью вдохновить других людей. когда мы все с вами соединенные вместе исполняем великое поручение Ишуаха Машиеха, то мы как церковь становимся способными вдохновить другие общины делать то же самое. Мы становимся способными и люди будут у нас учиться, люди будут делать то, чему определяет Господь общину Его. Итак, первый шаг бодрствования. Шаг второй вспомни. Стих третий говорит, вспомни, что ты принял и слышал и храни и покайся. Воспоминание нами жертвы Ишуа Мессии, воспоминание основ веры ведет нас в похаянии. И Песох, друзья, это как раз воспоминание. Во время Песоха мы вспоминаем. Когда мы еще с вами вспоминаем? Во время Причастия, во время Евхаристии мы также с вами вспоминаем. Но я скажу, что Бог хочет, чтобы мы вспоминали чаще. И хранили, как написано, вспомни, и храни, и хранили в своих сердцах. Я приведу вам пример из своей жизни. Мы все с вами живые люди, да, и я думаю, что у каждого из нас бывали, бывают непростые ситуации в жизни, как эти ситуации могут происходить как в миру, так и в общине. И у меня такие ситуации тоже бывают. я такой же человек, как и вы. Но скажу вам, что в этих ситуациях бывает такое состояние, когда меня переполняет негодование. Вот причем не просто негодование, а такое негодование, что я понимаю, что в своем разуме и сердце я уже готовлю ответный удар. У меня вот такое вот прям начинаются мысли крутиться в этом направлении. И я всегда в такой момент останавливаюсь и стараюсь вспомнить, какого меня оправдал Ешуа, умерев на кресте Голгофа. И меня сразу отпускает. Сразу. И скажу, что много лет назад мы с моей женой получили откровение, я думаю, многим из вас я уже об этом говорил, мы получили откровение о служении и оправдании Ешуа Мессии. И когда такая ситуация возникает в моей жизни, то я стараюсь найти оправдательные аргументы, почему человек так поступает. Поверьте мне, если мы поймем, что Ешуа, он умирал на кресте, понимая, что мы с вами будем еще такое делать, что ого-го, но он это делал, потому что его целью было оправдать. Если мы искупить и оправдать, если мы это понимаем, то мы также будем стараться оправдывать, найти эти аргументы, чтобы оправдать человека, почему он так поступает, может быть, у него обстоятельства в жизни слаживаются таким образом, что он не смог что-то сделать или не сделать. и это очень хороший момент, который помогает. Поверьте мне, такие воспоминания, они очень часто приводят меня к покаянию, когда я смотрю, думаю, почему такая реакция? Ты же верующий много лет человек, ты служитель, а первая реакция, и приходит сокрушение и покаяние. Друзья, покаяние это наша сила, наша сила в покаянии, сила, которая дает, когда мы каемся, дает, Дух Святой дает проявляться через нас милости и любви. Каждый из нас лично, и мы как община никогда не сможем переубедить наших оппонентов, мы никогда не сможем доказать им свою правду путем какой-то нашей убедительности или настойчивости, но явление милости и любви делает невозможное. Тогда сам Дух Святой начинает действовать через нас, распространяя свое царство. Но это возможно, когда центром нашей жизни и нашей общины не на словах, а на самом деле действительно является Ишуа Хамашиа. Когда мы живем и служим как написано в послании к евреям 12 главе во втором стихе «Взирая на начальника и совершителя веры Ишуа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест пренеберегший просромление и воссел одесную престола Божия». Поэтому, друзья, второй шаг это вспомни. Шаг третий «Будь верен». Стих четвертый говорит «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одеж своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». О чем говорится? Есть люди в этой церкви, которые что-то не сделали того, что не нужно было делать. Они остались верны. И как мы с вами хорошо знаем, белые одежды это символ чистоты и святости. Поэтому, друзья, верность, наша верность приводит к святости. Я сейчас говорю, что это не является основанием нашей святости, потому что основанием нашей святости является то, что Ишуа Хамашиах призвал нас отделил от греха, сделал народом святым. Но есть наша часть, и верность как раз проявляется в этой части. Верность приводит к святости. Если мы посмотрим Тару, вот сегодня как раз Виктор комментировал этот отрывок, я хочу его немножко коснуться, то увидим один пример, о котором мы говорили, что этот пример Надава и Авиуда, он показывает еще еще один срез, что чем больше на человеке ответственность, тем выше к нему требования предъявляет Господь. И история их смерти как раз это показывает. Стих цитировался, но я прочитаю еще раз. Маше объясняет смерть этих людей, говорит, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал в приближающихся ко мне освящусь и перед народом прославлюсь». Строгость Господа к агенам имела определенную цель. В этой истории у Бога была определенная цель показать, насколько Господь, во-первых, строго относится к служителям, чтобы, но не просто показать строгость к служителям, чтобы народ был при этом отстранился от греха, а также научить народ все-таки с уважением относиться к священникам, которые исполняли свое срушение в храме, ведь что они делали? Это были люди, которые полностью посвящали себя этому служению, при этом их состояние, их мысли, их действия должны были быть чисты, а также должны были соответствовать тому, что указывал Всевышний по этому поводу, а такое служение священников, оно должно было выражать не что иное, как верность этих людей, и очень важный момент, который мы с вами, я думаю, знаем, и который провозглашала реформация, что Ешуа Хамышех своей смертью и своим воскресением он установил священство всех нас с вами, каждый человек, каждый из нас, он является священником, не только служителей, не только служителей, каждого из нас, и понимание нами, нашего священства, должно выражаться нашей верностью в служении Господу, а это в свою очередь мотивирует нас к чистоте и движет нас к святости, причем наша верность Богу, как лично каждого человека, так и всей общины является лучшим свидетельством нашей веры для людей этого мира, это помогает нам для них явить святость, когда мы верны Богу, это помогает явить им свою святость, и это помогает также исполнить нашу миссию, миссию распространения Божьего Царства, поэтому, друзья, очень важно нам понимать, что вот этим третьим шагом на пути к победе является наша верность, не просто, я уверен, что не просто так Бог берет определенных людей, отделяет их для служения, он видит, что человек потенциально может быть верен, имеет потенциал верности, вопрос того, что в дальнейшем вопрос нашего выбора, он играет большую роль, подходя к концу своей проповеди, хочу сказать, что если каждый человек в теле Мессии сможет объективно оценить свои проблемы, не пытаться заниматься самообманом, а объективно оценить свои проблемы и принимать решение проходить путь от проблем к победе, то такой человек обязательно, и не только человек, такая церковь обязательно будут иметь награду, в пятом стихе мы читаем, побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, друзья, мы обязательно будем иметь награду, и самая главная награда, это небеса, это самое главное, но мы будем иметь награду сообразно наших дел, того, что мы делали на этой земле, и я думаю, что верный раб, он будет награжден, верность всегда вознаграждается, Бог хочет, чтобы его община хотела в победе, чтобы каждый из нас с вами ходил в победе, но есть, как я сказал, наш с вами выбор, этот выбор формирует нашу награду, Божий план, друзья, он еще не окончен, мы с вами знаем, что Ешоа Хамашиах стал нашим Песохом, мы знаем, что он вывел нас из рабства греха и вел свое царство, для нас это все известно хорошо, мы знаем, что он заплатил за каждого из нас цену, мы знаем, что эта цена, она неизмерима не золотом, она неизмерима не серебром, это цена святая кровь еврейского мессии, это цена святая кровь нашего Господа, но это не гонец, сегодня мы с вами изучали последнюю книгу Священного Писания, которая как раз раскрывает для нас дальнейшее развитие Божьего плана, этот план говорит, что Ишуа Хамашиах, он вернется на эту землю, этот план говорит о том, что Ишуа вернется как судья и установит свое царство на этой земле, пройдут еще определенные события и все дети Божьи станут подобны ему, что я имею ввиду, они уже не смогут согрешать, но до тех пор люди будут ошибаться, человеку свойственно ошибаться и церкви будут ошибаться, но это не сможет отменить или приостановить развея Божьего плана, и а что Бог, от Него ничего не сокрыто, Он все знает, Он знает это несовершенство людей и после Песоха времен Маше так и после Креста Голгофы на котором Ешо стал нашей Пасхой Бог знал, что мы будем делать неправильные шаги, знал, что мы будем попадать в проблемы и поэтому Он показал путь как из этих проблем выходить Он желает нам добра Он желает блага для своих детей и сегодня мы читали как Дух Святой используя человека показывает нам с вами простые три шага которые помогают человеку выйти из проблем которые помогают церкви не попадать в проблемы простые три шага бодрствуй вспомни и будь верен это путь к нашей с вами победы это путь к победе невесты Христомы и я хочу друзья чтобы мы с вами запомнили в наших сердцах и в наших разумах чтобы выйти из проблем необходимо проснуться и пройти путь от покаяния к победе давайте мы поднимемся на наши ноги и мы будем славить нашего Бога который достоин славы давайте мы поднимемся на наши ноги и примем для себя решение служить ему бодрству всегда помня что он совершил для нас давайте будем оставаться верными ему и его делу давайте будем верны общине Бога живого Авину Малкейну Отец наш царь святый мы благодарим тебя больше за то что через века ты показываешь свою верность для нас больше мы благодарим тебя за то что через века твой божественный план он не останавливается он развивается мы благодарим тебя Божий за то что мы есть участники этого плана Господа и мы нуждаемся в тебе наш Бог помоги нам святой в наших личных жизнях иметь это Божие терзовение к себе лично и быть честным самим собой выходить из наших проблем и идти в победу идти в победу которой ты определил нас помоги Боже нам как общине быть живой общиной помоги нам бодрствовать помоги нам служить в Божьем усердии святой и да будешь ты прославлен в этом мы благодарим тебя за то что ты никогда вывел нас из здравства греха и вел в свое царствие мы благодарим тебя за то что ты Бог живой и Бог сильный тебя превозносим тебе поклоняемся Пешемишу Амин 2018 год это год веры год поста молитвы и поклонения израэль израэль год 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 Продолжение следует...